Наш Господь Бог Независимо, кем вы являетесь Не жизнь, которую вы ведете Господь Бог хочет участвовать в вашей жизни Хочет помочь в вашей жизни Поэтому, когда вы даете время Свою Господу Богу Когда вы читаете Библию и узнаете сердце Бога Вы сможете увидеть, что Бог любит нас Что Бог хочет помогать людям Что тогда, когда нам тяжел, Бог будет помогать нам Что Господь Бог послал ради нас Иисуса Христа И что кровью Иисуса Христа наши грехи уже омыты Когда мы обнаруживаем эту правду Наше сердце начинает меняться Знаете, я с детства ходил в церковь Я уже много раз говорю об этом Я родился в 1944 году Спустя год после моего рождения Наша страна освободилась от Японии После моего рождения Я много сделал для нашей свободы Я ногами наступал по небу 15 августа 1945 года Мы смогли освободиться от Японии Тогда я был совсем ребенком Мы были счастливы, что наша страна освободилась Многие люди говорили, что дайте свободу Были в полной радости Это было в 1945 году А через 5 лет, в 1950 году Началась гражданская война Кореи Наша семья во время гражданской войны Убежала до реки Накто Мы встречали и войска из Северной Кореи В 1951 году умерла моя мама Когда закончилась война Наша страна оказалась в нищете 30% учащихся в моей школе Это были сироты, у которых не было родителей Во всей стране открыли дома для сирот И мы жили в очень сложных условиях Представляете, доход на душу населения составлял 65 долларов Это по нынешним меркам Очень маленькая сумма Но за эту сумму мы должны прожить целый год Это очень сложные условия Естественно, наша жизнь была никакой Знаете, в начале июля созревает пшено И когда созревает пшено В августе, сентябре, октябре, ноябре Начинают собирать урожай И потом декабрь, ямварь, февраль, март, апрель, май, июнь Это месяца, когда ждут урожай Это время, когда людям нечего есть Мужчины работают, поэтому женщины должны заботиться о детях А женщинам нечего есть Они идут в леса, собирают корни деревьев и едят Но, знаете, даже в растениях есть яд Если ты ешь со злакотью, это не проблема Но если есть только растительные вещи, тогда у тебя появляется яд И цвет кожи начинает чернеть И потом есть болезнь у женщин, которая ничего не видит, когда нет солнца Но в то время люди жили в таких условиях Мы жили в очень сложных условиях Мне становится 10, 11, 12 лет Но я голодный Поэтому мы ходили воровать и пшено Воровали и картошку на поле Воровали и яблоко Мы многое воровали вместе с друзьями И потом, поскольку я понимаю, что я грешник Я иду в церковь и прошу, чтобы Бог простил мои грехи А вечером снова иду воровать А утром прошу, чтобы Бог простил мои грехи Знаете, мне было самому смешно смотреть на такого себя Я очень сильно страдал В 1962 году, когда мне было 19 лет Я увидел, что моя жизнь слишком жалкая Что у меня нет надежды, потому что ничего не получается Мне хотелось умереть И тоже в то время я просил Бога, чтобы Бог простил мои грехи После окончания молитвы Вдруг я подумал, что мои грехи уже прощены И после этого я начал читать Библию очень внимательно То, что я совершил, это правда Но когда я внимательно читал Библию Так же правда в том, что мои грехи уже прощены С того момента я начал читать внимательно Библию Я так полюбил Библию Что я не отпускал Библию с рук Даже когда засыпал, я порой держал в объятиях Библию Отпускал Библию, когда мне нужно было умываться И так же я никогда не ел дольше двух минут А дождь принимал не дольше пяти минут Даже когда я шел по дороге, я пытался выучить Библию наизусть Когда я десять раз прочитал Библию, двадцать раз прочитал Библию, тридцать раз прочитал Библию Я начал представлять себе общую историю, которая есть в Библии И так же начал открывать сердце Бога для себя Потом я прочитал пятьдесят раз, шестьдесят раз Библию И чем больше я читал Библию? Господь Бог послал Иисуса Христа за наши грехи И Иисус Христос был распят на кресте не потому, что у Него был грех А Он умер за мои грехи Именно поэтому наши грехи были омыты Вот что я смог ясно открыть для себя Однако, когда я хотел в церковь, меня учили, что я грешник Поэтому я просил, чтобы Иисус просил мои грехи снова Но когда Библию я смог прочитать, я смог понять, что я действительно омыт Я часто говорю После того, как моя мама умерла У меня была старшая сестра И она вместе с нашей мамой сильно заботилась от младших братьев и сестер И мы вместе с нею ходили в церковь Я однажды сказал ей Сестра, я получил прощение грехов Крови Иисуса Христа я получил прощение грехов Тогда моя старшая сестра начала волноваться за меня Она сказала, Уксу Что с тобой случилось? Как зерно, когда созревает, наклоняя голову Также, чем больше веры, ты должен становиться скромнее И наш пастор, и наш пресс-фиктор говорят, что у них есть грех Но как ты можешь сказать, что у тебя нет греха? Я, конечно, не смог ничего сказать сестре Но самое интересное, когда я прочитал Библию В Библии говорится, что мои грехи уже омыты Иисусом Мы поем гимны, которые написали христиане, которые жили до нас Не из золотом и серебром, которые исчезнут, мы получили прощение грехов А кровью Аганца Божьего Иисуса Христа мы получили искупление Наши христиане, которые писали гимны Говорят, что они получили искупление Их гимны Гимны, которые существуют уже давних времен Говорят, о дивный день, о дивный день, когда Господь меня простил Разве Иисус Христос не полностью омоет наши грехи? Или же Он оставит для нас немного греха? Чем больше я читал Библию, Библия яснее открывала мне, что наши грехи уже омыты И теперь мне нужно было научиться объяснять о том, что наши грехи уже омыты Интересно, в Библии был весь ответ на любой вопрос Я прочитал в Ветхом Завете, как приносили жертву за грех Я читал и перечитывал несколько раз эту историю Если кто-то из народа согрешил И когда узнан, будет им грех Знаете, сейчас многие телерадиообщательные компании предлагают, чтобы я дал им интервью И поэтому я давал множество интервью Телекомпания «Хэджи Бразил» из Бразилии Я давал им трижды интервью А также компании из Фиджи и Уганды тоже просили, чтобы я давал интервью Поэтому я давал интервью Однажды, когда государство на телевидении Фиджи попросило дать им интервью Они задали первый вопрос Вопрос, связанный с искуплением наших грехов Первое послание на первой главе 9 стихе написано Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды И ведущий спросил вопрос по этому слову Когда мы читаем только этот стих Может быть кажется, что когда мы исповедуем наши грехи, мы получим прощение Однако это потому, что люди смотрят только на этот стих Если посмотреть первое послание Иоанна 1 главу 7 стих Написано Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха Седьмой стих говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха А девятый стих Говорит, что если исповедуем грехи наши, то мы получим прощение грехов Если мы смотрим только на девятый стих, нам будет казаться, что надо исповедоваться Но если мы посмотрим в общем, то увидим, что не исповедуем и получаем прощение грехов Поскольку Иисус Христос в своей крови очистил наш грех Поэтому, когда мы исповедуем наши грехи, Он очищает наши грехи Но самое главное, что нужно для прощения грехов Кровь Иисуса Христа или же наша исповедь Вот что происходит Если бы Иисус Христос не умер бы из-за нас Даже если мы тысячи раз, десятки тысяч раз исповедуемся, это не просит наши грехи Если вы посмотрите к евреям, 9 глава, 22 стих Написано, да и все почти по закону очищается кровью И без пролития крови не бывает прощения Что же написано в книге Левит? Написано, что кровь очищает грех Если бы только исповедью мы могли бы омыть наши грехи Тогда для чего Иисусу нужно было умереть на кресте? Поскольку возьми здесь за грех смерть Поэтому я очень внимательно читал книгу Левит И изучал, как прощаются наши грехи И знаете, о чем там подробно написано? В Левит 4 главе описывается Жертва за грех Первый, когда священник согрешил Второй, как омать грех, если начальник согрешит? Третье, что сделать, если весь народ согрешит? И четвертое, если кто-то из народа согрешит? И есть разные способы Но я считал, что я есть один из народа И подробно изучил, как тогда омываются наши грехи Что написано в 4 главе книги Левит в 27 стихе? Если же кто из народа земли согрешит по ошибке И сделать что-нибудь против заповеди Господних Чего не надлежало делать То когда узнан будет им грех Пусть приведет он в жертву Козу без порука за грех свой Кто приносит жертву за грех, скажите? Тот, который не согрешил, ему не нужно приносить жертву за грех И тот, который согрешил, но не узнал свой грех Не будет приносить жертву за грех Нужно согрешить И тот, который узнал свой грех Когда признает, что я грешник Тогда у него появляется желание принести жертву за грех Затем, что же написано? Пусть приведет он в жертву козу без порука Почему же нужно приносить козу без порука? Потому что грех просто так не омывается Возмездить за грех смерть Поэтому кто-то должен умереть, чтобы очистить грех Поэтому нужна жертва, которая умрет вместо меня И в этом месте говорится, что коза без порука будет жертвой за мой грех Если вы посмотрите 29 стих Из-за что возложат руки на голову козла Знаете, мне было очень интересно, почему нужно возлагать руки на голову жертвой Обычно возлагают руки, когда ставят пресс-виктором или рукополагают на пастора Но зачем на козу возлагать руки? Таким образом, эта коза же не становится пастором или пресс-виктором Почему же нужно рукополагать? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос Я много раз перечитывал Библию Оказывается, ответ был совсем рядом Но три года я искал ответ на этот вопрос Вопрос, который у меня возник в 4 главе книги Левит Нашелся ответ в 16 главе книги Левит 16 глава Левит, 21 стих И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла И исповедует на нем все беззакония сынов Израилевых И все грехи их И возложит их на голову козла Другими словами, возлагая руки на голову живого козла Передается грех Хотя я несколько раз читал 16 главу книгу Левит Я пропускал их мимо себя Но спустя 3 года я смог открыть для себя Что возлагает руку на голову козла, чтобы передать грехи И тогда я смог найти ответ Когда Иоанн Креститель крестил людей в Иордане Однажды пришел Иисус к Иоанну и получает крещение Иоанн был удивлен и сказал Не надо, Иисус Потому что Иоанн давал крещение покаяния Однако Иисус же Сын Божий Какой грех у Него может быть? И поэтому Иоанн удерживал Его И говорит, ты должен меня крестить, а не я тебя Но Иисус сказал в тот момент удивительные слова Теперь допусти Так нам надлежит исполнить всякую правду Исполнить всякую правду Чтобы у нас была праведность Тогда нужно, чтобы наши грехи были омыты В Ветхом Завете нужно было заколоть жертву И прежде чем заколоть, нужно было возлагать руки, чтобы передать грех Иисус Христос, когда пришел на землю Он пришел как Царь, как Сын Божий Но самая главная цель Это для того, чтобы очистить наш грех Вот почему пришел Иисус Иисус Христос пришел для того, чтобы вместо нас умереть на кресте И в Ветхом Завете нужно было, чтобы коза или агнец умирал вместо человека, который согрешил Но если не возложит руки, тогда нет смысла его убивать, потому что это не омывает грех Иоанн Христос был сыном священника Когда сыну священнику исполняется 30 лет, он становится священником Иисус сказал, теперь допусти Ибо так нам надо решить исполнить всякую правду В чем здесь заключается правда? В том, чтобы очистить весь грех человечества Когда в Библии приносят жертвы за грех Нужно возложить руки на голову козла, чтобы передать грех И затем, когда заколают жертву Тогда омывается грех человека Подобно этому, Иисус должен был получить грехи мира И когда Иоанн Кристос возложил руки на голову Иисуса, грехи были переданы Иисусу Если вы посмотрите Иоанна Что говорит Иоанн? На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса и говорит Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Вчера Иисус приходил, и грех мира был передан Иисусу Да, в тот момент вы еще не были рожденными Может, вы даже не могли думать Тогда вы еще ничего не изотворили Но ваши грехи также были навсегда переданы Иисусу Вот что такое жертва за грех И левит 4 главе говорится Что священник берет кровь жертвой И мажет их на рогах жертвенника Я подумал, почему же нужно мазать на рогах жертвенника? Мне было непонятно Поэтому я читал Библию раз, два Потому что ответ всегда есть в Библии Почему же нужно было мазать кровь на рогах жертвенника? На четырех уголках жертвенника есть рога И однажды, когда я читал Библию, я был удивлен Потому что Еремия 17 главе 1 стихе написано Грех Юды написан с железным резцом, алмазным острием на черта На скрижали сердце их и на рогах жертвенников их написано В Еремии 17 главе 1 стихе Грех Юды написан с железным резцом, алмазным острием на черта На скрижали сердце их и на рогах жертвенников их Когда человек согрешает, его пишут в двух местах И одно место, куда пишет этот грех человека, это рога жертвенника А мы же пишем этот грех на скрижали сердца нашего Поэтому мы вспоминаем тот грех, который совершили в своей жизни Бог же написал о наших грехах на рогах жертвенника Поэтому, когда он смотрит на жертвы, мы видим наш грех Но интересно, что говорит книга Левит? Что священник берет кровь жертвы И мажет на рогах жертвенников Что значит мазать кровь на рогах жертвенника? Это значит, вот смотри, за твой грех Агнец умер Поскольку твои грехи уже омыты Поэтому надпись о твоих грехах на рогах жертвенника Я заглашу кровью Агнца Поэтому также Иисус помазал свою кровь на рогах жертвенника Но не на жертвеннике, который был на земле Потому что к Евреям 9 главе 11 стихе написано Но Христос в первосвещении их будущих благ Но Христос в первосвещении их будущих благ Придя с большей совершением скини ее нерукотворенной То есть, пришел со скини, который есть Царством Небесным Здесь написано скини ее нерукотворенной, то есть, не такового устроения А в английской Библии написано тернагум, что значит шатер Как вы знаете, израильский народ, когда находился в пустыне, для того, чтобы перемещаться, скини была в виде шатра Но Иисус не вошел в ту скини, которая была на земле А в нерукотворенную скинию В большее их совершение То есть, это скини, которая есть Царством Небесным Затем, что написано в 12 стихе И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление Что же нам говорит Библия? Иисус не очистил наш грех до какой-то определенной даты Он приобрел вечное искупление И он навсегда, очистив, вошел во святилище Разве это не удивительная истина? Что нам тогда остается сделать? Если мы признаем, что мы грешники Если мы знаем, что мы грешники Как написано, мы должны узнать свой грех Для того, чтобы очистить наш грех, не нам надо что-то делать Иисус должен сделать И то, что Иисус умер Мы должны посчитать, что это и мы умерли И верою принимать то, что Иисус Христос сделал Это и есть вера в Бога Знаете, насколько больно? Когда мы видим, что многие церкви в мире до сих пор просят, чтобы Иисус очистил их грех Не только в Корее И в США, и в Германии, и в Великобритании Везде происходит подобное Знаете, я читал литературу многих ученых людей Они учат, что мы грешники Я же читал Библию раз, два, много раз перечитывал ее Да, хотя я согрешил много раз Но когда Бог говорит, что я оправдал тебя, значит, мы оправданы Хотя мне кажется, что я грешник, но если Бог говорит, что я омыл тебя, значит, мы омыты Иисус сказал Человек, который болел 38 лет, встань, возьми пастель твою и ходи Иисус, ну я же не могу ходить Но этот больной человек не верил в свои мысли Когда он встал и попытался ходить, тогда Иисус начал действовать Аминь? Скажите, аминь? Покажите, аминь Не в нашей мысли А посмотрите, что говорит нам Библия Библия говорит, что мы оправданы Что мы освященные Что мы стали совершенными Бог сказал В Еремии 31 главе 34 стихе Я прошу беззакония их И грехов их уже не воспоминал более Говорит Господь Бог говорит, что не воспоминал наши грехи Это значит, что Он простит наши беззакония полностью Это есть Слово Бога Нам остается только поверить Слово Бога Иисус умер на кресте Но если мы продолжаем называть себя грешником Если Иисус не смог очистить наш грех на кресте Тогда что Он сделал? Если Иисус умер на кресте, чтобы очистить наш грех Но если наш грех остался, тогда Он провалил свою миссию? Нет, Иисус ни в коем случае не провалил свою миссию Иисус, когда умер на кресте Он очистил весь наш грех Так нам говорит Библия Мне кажется, что я грешник Но я не должен верить своим мыслям Я должен верить Слову Библии Сегодня многие люди верят своим мыслям Божьим, чем Слову Библии Поэтому, хотя Библия говорит, что наши грехи уже омыты Говорят, что они грешники Корейские церкви называют, что я еретик Почему? Потому что я говорю, что я оправдан Я всегда боролся с Иисусом Всегда шел по плоти Но если Иисус говорит, что Он оправдал нас Тогда мы оправданы Если Бог говорит, что мы освящены Значит, мы освящены Я так поверил Первое послание Коринфия, нам что написано? В разных местах Библии я искал ответ Интересно, во многих местах Библии говорится, что мы омыты Первое послание Коринфянам 6 глава 10 стих Ни вор, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют Да, если совершить подобный грех, мы не сможем попасть в Царство Небесное Но не смотрите только на 10 стих Надо смотреть также и 11 стих Что написано в 11 стихе? И такими были некоторые из вас Да, мы воровали Мы обманывали Мы были злоречивыми Но Но Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего Омылись Но Освятились Но Оправдались Но Омылись Но Освятились Но Оправдались Мы Получали Освящение Оправдание Бог говорит Я тебя омыл Ты теперь свят Ты праведник Но знаете, что важно? Иисус сказал человеку, который болел 38 лет Встань, возьми посель твою и ходи Ну, Иисус, я же не могу ходить Как я могу ходить, Иисус? Если этот больной человек будет так думать, он не сможет ходить Хотя он не может ходить Хорошо, Иисус, я поступлю по твоему слову Если ты говоришь, встань, взять посель и ходи, тогда я сделаю Не важно, что говорят мысли Когда он попытался, он смог ходить Это есть вера в слово Бога В слове Господа Бога есть сила, чтобы реализовать это слово Это слово действует с силою Поэтому вы сможете в вашей жизни увидеть, как действует Бог С того момента до сегодняшнего момента На протяжении десяток лет я проповедую это слово Есть люди, которые соглашаются со мной Есть говорят, что я говорю ерунду Но я продолжаю говорить слово Бога В 2017 году В Нью-Йорке мы пригласили служителей других церквей И мы проводили независимо динаминацию, семинар И тогда собралось 750 служителей На протяжении одной недели я подробно рассказывал это слово Служители в Америке, они очень честные Они сказали, а можете в воскресенье вместе с нами пойти и передать слово в нашей церкви Я не смог пойти, поэтому я послал других служителей И знаете, эти служители, вернувшись в свою церковь, сказали Дорогие братья и сестры, хотя я был служителем, но я не имел прощения грехов Я не мог научить вас о прощении грехов Но в этот раз на форуме СЛФ я смог получить прощение грехов Я, конечно, могу хорошо вас научить Но миссионеры из миссии Гуд Ньюс, они знают в этом область лучше, чем я Поэтому сегодня давайте послушаем их слово Они пригласили многих наших служителей И во многих церквях Не только в Америке, но и в Гонконге мы проводили подобный семинар И потом мы начали проводить целое движение СЛФ Уже 400 тысяч служителей присоединились к нашему движению и передают Евангелие В этом году в феврале я посетил четыре страны Латинской Америки И 700 служителей собрались и слушали слово В мае мы проводили библейский семинар в режиме онлайн И 276 телерадиостанций из всего мира транслировали это слово 11 раз по 90 минут мои проповеди транслировались по всему миру Сейчас меняются люди по всему миру В Америке есть союз Ассамблея Бога и Церковь Бога И они, слушая наше слово, удивляются Но те служители со слезами принимают это слово и радуются с нами Иисус сказал завтра в это время Действительно, мне кажется, все, что здесь происходит, это то, что обещал Бог В городе Самарии, где не было еды Через силу Господа Бога, мера муки стала посеклю И двими речами не посеклю Даже сейчас, когда мы передаем слово, многие телерадиостанции Хотят транслировать наши проповеди Есть в Штатах компания СТН Это очень известное христианское телевидение И они попросили, чтобы на протяжении одного года я передавал слово Поэтому 9 часов вечера в субботу по времени Америки транслируются мои проповеди Не только в Штатах, во многих странах просят, чтобы я предоставлял им проповеди Знаете, 276 телерадиокомпаний транслировали мои проповеди И реакция была у зрителей очень хорошей Одно мне было жалко Сегодня многие христиане продолжают ходить на горы И молятся, чтобы Бог простил их грехи Они признаются только в своих грехах Нужно узнать свой грех Да, нужно исповедовать, что мы грешники Но Не только мы должны делать это Если мы исповедуем, если мы пребываем в свете Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила наши грехи И когда мы веруем, что кровь Иисуса очистила наш грех Тогда наши грехи омываются белее снега Хотя Иисус Христос очистил на кресте наш грех Если войти ноя в ковчег, люди спасутся от потопа Но хотя есть ковчег Те люди, которые не вошли в ковчег, погибли Хотя Иисус очистил наш грех Но те, которые не верят в это слово Те, которые продолжают верить в свои мысли Говорят, что они грешники Это люди, которые не верят в Бога, а верят в своих мыслей Такой человек не сможет получить спасение Мы должны верить Что кровь Иисуса Христа очистила наш грех Но в корейской церкви учат по-другому Они поют, о дивный день, о дивный час, когда Господь меня искупил Потом говорят, давайте помолимся Ой, Господи, прости такого грешника Только что радовались, говорят, что Бог простил грехи Потом молятся, чтобы Бог снова простил и грех Сегодня многие служители, слушая наше слово Они начинают меняться Многие люди говорят, что это есть правда Если Иисус умер на крысе, а я остаюсь грешником Значит, Иисус провалил свою миссию на крысе Но такого не может быть И сейчас многие люди принимают это слово Давайте не будем верить в Иисуса, который оставил нас грешниками Давайте будем верить в Иисуса, который смог очистить наш грех на крысе и оправдать нас Давайте будем благодарить Господа за это Давайте будем славить Господа Бога за кровь Иисуса Христа Потому что это есть истинная вера Не только вы должны знать эту удивительную правду Давайте будем эту истину распространять по всему миру Сегодня я получил одно письмо Там говорится, что в той стране плохой интернет И очень плохая связь в стране Поэтому люди поднимаются на горы И потом ловят интернет, устанавливают телефон И несколько человек смотрят на экран телефона Вот такую фотографию мне отправили Я был сильно впечатлен Потому что если многие люди откроют для себя эту правду Тогда они смогут жить удивительной жизнью Скорее вошло в Евангелие более 100 лет тому назад Но истинная Евангелие Это не то Евангелие, которое говорит, что хотя Иисус умер на крысе, но наш грех остался А Евангелие заключается в том, что Иисус очистил наш грех Когда Иисус умирал на крысе Поскольку Он заплатил всю цену за наш грех Он ничего не оставил, что бы нам нужно было бы сделать Он очистил наш грех совершенным образом И мы должны верой принимать это слово Когда мы с Иисусом станем единым сердцем Когда Иисус войдет в ваши сердца Мы сможем жить яркой и светлой жизнью Четвертый царств, седьмой главе Написано Мира лучшей муки будет посеклю И две меры ячмени посеклю И как сказал Человек Божий, так и произошло Исайя сотни лет до рождения Иисуса сказал Написал в своей книге Он изъязвлен был за грехи наши И мучен за безакуни наши Наказание мира нашего было на нем И ранами его мы исцелились Все мы блуждали, как овцы Собратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас Когда Иисус умер на кресте, мы стали здоровыми Мы стали исцеленными В Иеремии написано в 31 главе Я прошу безакуния их и грехов их не воспоминал более Иисус Христос помазал свою кровь на жертве, которая находится в Царстве Небесном И очистил навсегда наш грех Аллилуйя Мы должны проповедовать это Евангелие Вокруг нас многие люди называют себя грешником И даже многие служители учат так Но Библия Говорит, что мы стали праведными Что мы стали святыми И что Господь не воспоминал грехов наших Давайте не будем верить в свои мысли Будем верить в Слово Бога Если Библия говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы Давайте будем благодарить Бога за это За Иисуса, Который умер за нас За Бога, Который послал Иисуса За Иисуса, Который воскрес за нас Того, Кого Господа будем славить Тогда ваши сердца станут едиными с Иисусом Тогда ваше сердце будет действовать Дух Святой Сегодня весь мир страдает из-за коронавируса Многие правительства страдают Сердца людей опустошились из-за коронавируса Представляете, 11 часов моих проповедей, которые я передавал Майе Транслировали 276 телерадиокомпаний До сих пор продолжают транслировать их И также многие телерадиокомпании попросили, чтобы я передал материалы, которые транслируются через телекомпанию CTN Мы услышали это Евангелие И то, что мы открыли это Евангелие для себя, какое это благословение Многие люди живут в этом мире Потом, когда они приступили к смерти В 2012 году, когда я был в Гане Я встретился с президентом Ганны Джон Атамильс Он был ровесником со мной Он сказал мне Пастор Врачи пытаются меня вылечить Но у них что-то не получается Поэтому мое состояние только ухудшается, а не улучшается Мне не кажется, что я смог прожить больше недели Пастор, наши жители нашей страны говорят, что у меня есть хорошая вера в Бога Я старался быть на собрании каждое воскресенье Но даже у меня есть проблема Я не смог получить прощение грехов Сейчас я стою перед смертью, и мне страшно В Гане находятся десятки тысяч служителей Но я благодарю Бога за то, что Он мне дал возможность встретиться с этим президентом Я сказал ему Господин президент Вы когда-нибудь читали приговор Божий по отношению к вашему греху? Господин президент удивился и спросил, я такого не видел А что там написано? Я спросил, хотите я вам покажу? Да, покажите, где-то Я сказал, это есть в Библии Я открыл послание к Кремле на 3 главу, 23 стих Однажды, когда я эти слова читал юристу Он сказал, пастор, здесь написано в формате приговора Знаете, когда многие люди стоят перед смертью, они думают, они попадут в рай или в ад Поэтому Господь Бог показал свой приговор к нам В послании к Кремле она в 3 главе написана Потому что все согрешили и лишены славой Божией Да, мы согрешили, это правда Если мы читаем только 23 стих, мы грешники Но в 24 стихе написано Что есть не только грешники Но также есть Иисус Христос Который умер на кресте и искупил нас И через это мы получили прощение грехов Поэтому по благодати Божией Мы даром ничего не сделав Только из-за Иисуса Бог называет нас оправданными Написано Получая оправдание даром Если Бог говорит, что вы получили оправдание Значит, вы оправданы Бог сказал, завтра в это время Мера Буки будет постигнут И две меры, чем я не постигнут Так и произошло Это слово Библии говорит Бог каждому Бог говорит вам Что я опросил твои грехи Что ты оправдан Потому что Иисус умер на кресте И таким образом Омыты твои грехи Я признаю, что ты праведник Дорогие, мы получили от Господа Бога Даром оправдание Кровью Иисуса Христа Давайте вместе покажем И скажем Аминь Поднимите Спасибо Спасибо Живите с этой верою Я открыл эту истину в 62-м году И для того, чтобы глубже Пороникнуть в это Евангелие Я десятки раз читал Библию И смог очень подробно изучить этот вопрос в Библии Пока я читал Библию Многие служители по всему миру присоединились к нам Несколько лет тому назад я был в Уганде Там был большой стадион Собралось 100 тысяч человек Пастор Сервада из Уганды пригласил меня И 31 декабря вечером я передавал слово в этом стадионе Меня пригласили на семинар В этот раз меня пригласили на два дня Мне кажется, если ситуация с коронавирусом урегулируется Я поеду снова в Уганду Люди, слушая Евангелие, приобретают радость Вы глубже изучите это Евангелие о прощении грехов И свидетельствуйте это Евангелие другим людям Когда мне было 19 лет, я получил прощение грехов И впервые я начал передавать слово И одна женщина уверовала в Бога Я не могу забыть ее Как она всю свою жизнь посвятила Богу Она стеляла многих больных Изгоняла бесов И пока она была на земле Я видел, что как люди получают прощение грехов через нее и через меня Мы живем только ради Христа И мы вместе живем перед Богом Я желаю, чтобы благословение Бога Переполняло каждого из вас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok